Это кадры из Симферополя. ФСБ задержало человека, который призывал к расправе над российскими военными. Пятерочка ему поразит. Вот что интересно. А, допустим, заметные деятели культуры российского кинематографа, они финансируют ВСУ. То есть они не просто призывают расправляться над российскими военнослужащими. Они платят деньги за то, чтобы купить снаряд для ВСУ, чтобы на этом снаряде была соответствующая надпись для Донбасса. Не знаю, сколько из них делают. Дело в том, что я просто из «Бесогона» Никиты Михалкова узнал, что режиссер, кинематографист российский Михаил Идов в Твиттере похвастался об этом. То есть они, во-первых, не все попадают в выпуски «Бесогона». Кроме того, не все в соцсетях об этом рассказывают. Но, может быть, еще даже и не все финансируют. Очень надеюсь, что не все финансируют ВСУ и собирают деньги, как это делал и Борис Гребенчиков, и Леонид Агутина, если мы ошел убедить. Здесь, правда, надо все-таки акцент обозначить, что эти двое собирали деньги для беженцев из Украины. Не для тех беженцев, которые в Ростове и в Воронежской области, не для тех украинских беженцев, которые бежали от ВСУ в Россию, а для тех беженцев, которые бежали назад. Для них наши деятели собирают. Деньги Максим Галкин просто у себя сам объявил в Телеге, что он устраивает этот свой мегатур для того, чтобы в том числе и собрать деньги для этих самых беженцев. Я так понимаю, что все-таки не все равны перед законом. То есть, кого-то там могут скрутить, кого-то просто пожурить. На Агутину контракт выкутили на рекламу платежной системы «Мир». Вот. Такие у нас дела. Чудные. Чудные дела. Я вот... Можно было сказать, что запасаюсь попкорном, чтобы следить за этим. Но на самом деле здесь надо запасаться в водяры и... Тупо глухо бухать от горя.